Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой дачный влог. Сегодня 2 марта. Это означает, что благоприятный день настал для посадки баклажанов и перцев. Кому-то еще для томатов подойдет, но так как я буду томаты сеять в стаканчики позже, ближе к концу марта у меня сегодня только вот перцы сеются и баклажаны. Сегодня для меня такой, знаете, важный день, потому что в своей жизни вот именно эту работу я буду выполнять впервые. Кто-то впервые учиться пошел, кто-то замуж вышел. У нас в жизни у каждого какие-то впервые дела, да, происходят за всю жизнь. Кто-то под старость что-то делает впервые. Вот у меня такой день, что сегодня я впервые в жизни буду делать посадки семян. Никогда этим не занималась. Значит, хочу показать состояние. Кто смотрел 25 февраля, я замочила свои семена перцев и баклажанов. У меня были перцы из светофора, которые я самостоятельно вынимала, семечки. Я показывала, что я обрабатывала их в марганцы. А вот эти, калифорнийское чудо, многие похвалили этот сорт. Я, знаете, просто наугад купила, по описанию смотрела, по внешнему виду, и мне повезло. Мои зрители написали, что я купила отличный сорт. Кто смотрел, видите, у меня написано всплыли, опустились на дно. Ну, это я смотрела обзоры, что нужно выявлять так пустые, либо не пустые. И помещаешь их в водичку, да, какие опустились, те, значит, хорошие, которые всплыли, те вроде как пустые. Но в комментариях мне написали не обращать на это внимания. Вроде как в пакетиках пустых не бывает. Ну, вот ролики, да, какие-то информативные, какие-то, получается, не очень информативные. Ну, и баклажаны точно так же я просто замочила. Сейчас я открою, покажу состояние. У нас, знаете, сегодня такой солнечный день, не сильное солнце, но вот то уходит, то приходит. Ну, а вообще обещали метель. Я даже не рассчитывала, что я проснусь утром, и у меня тут квартира будет заливаться солнышком. Это очень приятно, радостно. Ну, пока у меня вроде как ничего не проросло. Вот калифорнийское чудо, 26, 27, 28, 1, 2. Сегодня, получается, пятые сутки. Вот, что происходит на пятые сутки. Видно, что семечки такие набувшие. Здесь вот вообще видно, да, как будто бы действительно там корешочек. Скоро будет какие-то, происходят все-таки какие-то там процессы. О, корешочек, посмотрите. Видите, да, вот. Первый корешочек в моей жизни, первый корешочек. Видите, проклюнулся. А вчера не было. Ну, и вы, как видите, и у других не было. Хотя здесь вот, смотрите, да, всплыли. Всплыли это те, которые вроде как, те, которые обзоры делали, сказали выбрасывать. Так. Здесь у меня корешочков нет. Ну, кто-то написал, что вот на этих подушечках неудобно. Я не вижу такого ничего, чтобы там корешочки повреждались. Здесь, по-моему, начинает, да, вот тот верхний, видите. В общем, все нормально. Буду их все высаживать сегодня раз. Один, да, такой у меня выбился один. Вот так молодец. Вот. Сейчас я вам покажу из светофора. Из светофора у меня тут много. Кто-то мне написал, Юля, куда вам столько... Ну, знаете, а какие-то могут не уродиться. Смотрите, внизу корешочек. Это из светофора. Так, пока только я один корешочек вижу. Все в порядке, значит. Видите, они тоже такие набухшие. Не знаю, мне понравились. Вот я в светофоре покупала перчики. Пока нету, да? Они у меня тут увлажненные. Просто, видите, здесь нет никаких вот, ну, чтобы повредилось. Можно, конечно, и на тряпочку. Тряпочек-то у меня полно. Один, да? Вот этот крайний у меня получается он один. Вот. Еще раз покажу. Радость мою. Значит, так как у меня их очень много, а стаканчиков, естественно, у меня нет столько, то, скорее всего, вот эти я посажу в индивидуальные сразу стаканчики, которые у меня из магазина, а вот эти в общие. А потом уже буду смотреть. Так, ну и сейчас покажу баклажаны. У меня, знаете, сроки одинаковые. Вот кто смотрел 25-го, 5-е сутки. Вот. Видно, что они такие набухшие. Ну, пока ничего нет. Здесь вот, видите, да? Вот. Видите, да? Корешочек пошел. Значит, все. Ой, там вот выше, видите? И вот еще, смотрите. Ой, баклажаны вот, получается, на пятые сутки. Вот пять суток прошло. Четыре, да? Получается, на четвертые. Сейчас я еще здесь приподниму. Вот так можно увеличить. Но здесь вот самый большой, вот этот. Все в порядке. В общем, сегодня благоприятный день для посадки 2 марта томатов, перцев и баклажан. Но сегодня я только буду баклажан и перц. Томаты я уже буду после 20-го. Еще раз хочу показать, какая у меня есть тара для посадок. Я специально ничего не покупала. Я не знаю, хватит, не хватит. Но не хватит, что-то еще придумаем. У нас в холодильнике вот еще один тортик поменьше есть. Тоже будет. Вот в таких некоторые сажают. Видите, они такие, если совместно. Вот эти подойдут. Вообще отлично. Вот таких у меня много. Это только часть я показала. У меня еще убраны. Вот эти, мне кажется, вообще хорошие. Я буду ставить на подоконник. У меня широкие подоконники дома. И если котик мой полезет, я потом, когда... Сейчас-то это уже можно. Пусть котик смотрит. Пленочки, да, все будет, все закрыто. Вот так. Но когда росточки у меня вырастут, я заделаю окошечко. Прикреплю там сеточку, либо шторку, чтобы он туда вообще на подоконник не заходил. А то у нас он любит сидеть. Значит, хочу показать, что вот эти стаканчики муж мне подготовил вчера вечером. Я ему достала, и он мне сделал отверстие. Вот как положено. Смотрите. Чем делал отверстие? Я говорю, у нас есть паяльник. Так как люди написали паяльником хорошо. Он говорит, зачем паяльник? Взял шуруповерт и за три секунды мне вот с шуруповертом надел вот этих дырочек. Вот хорошая идея, да, шуруповерт. Смотрите, какой у меня такой стаканчик есть. Все, 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 даже вот эти из-под сметанки. Видите, маленькие две дырочки он мне делал. Видите как? Вот такие стаканчики у меня. Здесь он четыре сделал. Ну, прелесть, да? Прелесть. И даже, вы знаете, я вот этот стаканчик из-под сыра взяла. Вот, из-под сыра тоже он пригодится. Я сейчас достану грунт, насыплю его в контейнер и вам покажу. Вот, я еще такие нашла. Ну, шуруповертом я и сама могу. Видите, какие хорошие. Также есть одноразовые, их можно применить новые. Вот эти у меня тут еще имеются. Этот вообще с крышкой. В общем, вот эти хорошие. Мне вот такие нравятся, да, когда уже побольше можно будет пересаживать. В общем, тара у меня вроде как пока есть. Грунт для посадок я уже вам показывала, что я купила два пакета. Я надеюсь, что мне хватит. Это вот эта гера для томатов, перцев и баклажанов. Вот, все подходит здесь. Ничего больше добавлять не буду. Никаких разрыхлителей, пуха чего-то там тоже это я не буду. Я считаю, что здесь всего достаточно. Значит, я взяла вот такой контейнер у меня был. Крышку сейчас сниму. И для удобства просто сюда этот грунт пересыплю. Вот один пакет я сюда сейчас пересыплю. Ну, а кто ранее не покупал этот грунт, я вот впервые тоже купила. Хочу показать, что он очень воздушный. Здесь не нужно... Ну, вот прям видно, да, он прям как пух, правда. Видите, какой воздушный. Для таких корешочков. Тут, видите, какие-то добавки. Видите, прям он совершенно не такой, как у нас земля на участке. Он просто действительно воздушный. Сюда добавлять ничего не нужно. Вот из одного пакета, смотрите, какой большой объем. Значит, сейчас буду начинать. В магазине Фикс Прайс я купила фитоспорин. У меня он универсальный. Вот такой в виде пасты. Да, бывает в сухом виде. Вот это в виде пасты. Ну, кто знает, тот знает. Купила я в Фикс Прайсе. 39, по-моему, 50 цена такого пакетика. Сейчас я буду разводить. Там имеется инструкция. Я буду брать только часть, вот как в видео сказали. И можно замачивать в нем. Я буду поливать. Вот сейчас вот, когда я семечко положу в грунт, я буду поливать. Здесь, оказывается, внутри никакого дополнительного пакетика нет. Вот смотрите, я отрезала. А там вот эта паста. Мне нужно кусочек взять. Одна четвертая. Я сейчас ложкой буду брать и разводить вот в бутылочке. У меня оно не кусочками. Вот как женщина показывала в видео, она ломала. Здесь, видимо, такое совсем свежее. Ломать ничего не нужно. Прям настоящая паста. Ложкой нужно. В общем, называется. Посмотри YouTube и сделай по-своему. Как обычно, да, у них там ломается. У меня в свежем виде паста такая. Называется, возьмите бутылку, поломайте и разведите. Вот. Еле, так сказать, лучше в чем-то другом развести, а потом это, ну, перелить в бутылочку. В общем, не рекомендую, как в YouTube говорят, потому что очень тяжело. Сейчас нужно это будет все заливать, промывать. В общем, я взяла одну четвертую. Подстилайте все. Это так пачкается, руки пачкаются. Так как одна четвертая, буду добавлять 100 миллилитров воды. Оставшиеся три части фитоспорина я закрыла в дополнительный вот так пакетик, завязала, уберу. И вот это средство у меня получилось. Его нужно тоже разбавлять. Как в видео сказали, до цвета чайной заварки, да. Ну, в общем, разбавлю. Это для того, чтобы поливать. Пока я это все отставляю, вот в темное место я пока сейчас уберу. Первое, что я буду сажать, это перец калифорнийское чудо. Здесь вот я вижу, что корешочки, да. Два-то точно есть. Вот один, вот два. И буду их вот в такие стаканчики, индивидуальные. У меня перец калифорнийское чудо будет в индивидуальных стаканчиках. Насыпаю я земельку. Вот так у меня получилось. Такая подставочка, она очень подходит к этим стаканчикам пластиковая. И сейчас буду по одному семечку раскладывать сюда. Я взяла пинцетик, потому что они такие маленькие. И вот аккуратненько, видите, никакой корешочек я не повредила. Вот он. Вот, с корешочком. А тут у меня еще есть с корешочком. Вот. Ну и так вот их сейчас все переложу. По одному. Я их хочу в индивидуальных стаканчиках вот это. Именно эти и вам покажу. Переложу и покажу. Следующий лоточек у меня. Сейчас я их все заложу, потом буду все присыпать и поливать. То есть мёртвый меч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...